В Подмосковье объявлен план перехват. Полицейские ищут предпринимателя, подозреваемого в убийстве высокопоставленных чиновников. Днём мужчина ворвался в здание управы Красногорска и расстрелял первого заместителя главы города и руководителя местных электросетей. Потом, скрываясь от преследования, бизнесмен убил ещё одного человека. Наш корреспондент Константин Крылов работает на месте событий в Красногорске и выходит на прямую связь. Костя, здравствуйте. Что удалось выяснить к этому часу? Да, Галина, Юрий, здравствуйте. Действительно, Подмосковный Красногорск пребывает в состоянии шока, вспоминая о сегодняшнем двойном или даже, может быть, тройном убийстве, особенно учитывая в каких обстоятельствах оно было совершено. Сейчас на улицах дежурят усиленные наряды полиции, проводится проверка транспортных средств, и так как преступника, насколько нам известно, всё ещё пытаются поймать. Напомню, что сегодня прямо у себя в кабинете, примерно в районе 14 часов, был застрелен заместитель главы администрации Красногорского района Юрий Караулов и находившийся у него в это время руководитель Красногорских электрических сетей Георгий Котляренко. Давайте послушаем, что говорят местные жители. Ну, сами, как видите, город сейчас стоит на ушах, тем более, то есть даже сами все жители в шоке, потому что жители все пишут, и мне сейчас звонят, то есть. Потому что я ехал с правительства Московской области и должен был заехать к нему на приём тоже. Я немножко не успел. Юрий Валентинович, деятельность была связана непосредственно вот, ну, вот с недвижимостью, по земле, по согласованию границ, участков. Ну, личность убийцы, предположительно, уже тоже установлена. Им является один из местных предпринимателей. На меня называют имя Амирана Георгадзе. Очевидцы рассказали, что сегодня его видели приходящим на приём к заместителю главы администрации. Примерно в обеденное время он зашёл в кабинет и какое-то время находился вместе с Юрием Карауловым там наедине. После чего к ним присоединился Георгий Котлеренко, и они после этого общались уже все вместе. По всей видимости, все трое были хорошо знакомы друг с другом, потому что бизнес Амирана Георгадзе связан непосредственно со строительством. А Юрий Караулов на посту заместителя главы администрации района занимался как раз выделением земельных участков, оформлением разрешения на строительство. В связи с этим следствие не исключает, что причиной этого убийства мог стать конфликт между коммерческими интересами предпринимателя и служебной деятельностью муниципального служащего. Ранее на заместителя главы уже заводилось уголовное дело в связи с служебными злоупотреблениями. И известно, что одна из фирм, принадлежащих Амирану Георгадзе, находилась в процессе банкротства буквально с 19 октября. И так что можно предположить, что предприниматель явился в здании администрации, уже вынашивая планы мести. Подробнее о том, как совершалось это убийство, нам рассказали представители следственного комитета. Вначале Георгадзе пытался выстрелить потерпевших из автомата или винтовки Сайга. Это сейчас выясняет следствие, которое принес ему в кабинет его водитель. И только после того, как это оружие заклинило, Георгадзе использовал запасной вариант и расправился со своими оппонентами из пистолета предположительно 9-миллиметрового калибра, произведя не менее 10 выстрелов, от которых те скончались на месте. Предполагаемые убийцы вместе с своим сообщником, водителем, вероятно, скрылись на машине, на внедорожнике. Приметы этого автомобиля известны и сейчас его разыскивают, но нам пока неизвестно, удалось ли их поймать. Уголовное дело заведено по статьям убийства двух и более лиц и незаконный оборот оружия. Расследованием занимается следственный комитет. Мы следим за развитием событий, коллеги. Спасибо. Это был Константин Крылов о громких убийствах в Красногорске и поиске преступника. Будем ждать новой информации.